Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие» и будем читать 22 главу этой книги. Здесь говорится о защите новобрачной от ложных обвинений мужа. О прелюбодеянии, блуде, насилии и о запрещенных браках. И другие законы. Но первый закон, с которого начинается 22 глава, заботится об имуществе ближнего. Причем тут под ближним понимается даже твой враг. Твой противник. И мы читаем с первого стиха. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их. И тогда возврати ему их. Так поступай с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь, нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. В других местах Писания говорится четко, что даже если осел врага твоего упадет, ты должен позаботиться. А братом здесь называется даже тот, которого ты не знаешь. Брат, которого ты не знаешь, это, возможно, твой противник. Это, возможно, тот, кто что-то умышляет против тебя. Но ты все равно должен заботиться о потерянном имуществе. Далее говорится об одежде женщин и мужчин. Надо прямо сказать, что одежда женщин и мужчин, она внешне мало чем отличалась. Это был такой длинный хитон. У женщин была расшивка там цветочками определенной части этого хитона. А так в целом и мужчины покрывали головы, и женщины покрывали головы. Но при этом есть строгий закон. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». Этот закон, он сейчас, может быть, использован против трансвеститов. И, может быть, некоторые из них не знают об этом, что есть такой запрет Писания. А нам, святые отцы, заповедовали даже не подходить к человеку со словами обличения, если у нас нет слов исправления. Поэтому, если мы увидим мужчину в женской одежде, мы обязаны подойти и зачитать второзаконие, 22 глава, 5 стих. Дальше уже он сам поступает так, как он хочет. Но мы должны предупредить грешника. У пророков сказано, если человек грешит, ты не предупредил его, что это опасно, то на тебя ляжет ответственность за гибель этого человека. Но если он грешит, ты его предупредил, а он все равно продолжал грешить, кровь его на нем. Ты не отвечаешь. А в противном случае кровь его на тебе. Такие строгие законы. Потому что Господь не хочет смерти грешника, сказано в Писании. Даже сказано, Господь не хочет смерти умирающего. Господь хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Далее закон о птичьем гнезде. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать, пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. То есть ты можешь взять эти яйца для пропитания. Ну, так мы и делаем, когда в хлеву у нас куры, и там появляются яйца. Ежедневно люди, живущие на селе, они берут эти яйца, но в один и тот же день забить мать, сварить суп и еще и яйца ее потенциальных птенцов покрошить в этот суп. Это акт жестокости, как и варить козленка в молоке матери его. Это акт цинизма, крайнего цинизма. И это запрещается. Мать, пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились твои дни. Оказывается, дни наши продлеваются даже в том случае, когда мы уклоняемся от цинизма. Не совершаем чего-то по отношению к живности. Поэтому, зная закон, исполняя его, мы будем жить, естественно, жить дольше, чем нечестивым. о перилах на кровле. На востоке крыши, они прямые. И так как на крышах отдыхали, был закон ставить перила. Прочитаем этот закон. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Так как на крыше именно вечером делали общие трапезы, могли выпивать вино, перилы были совершенно необходимы. Или маленькие дети бегали тут же, перилы были совершенно необходимы. И Господь проявляет заботу даже об этом. Запрет смешивать разные сорта семян, животных и ниток. Это против этих мичуринцев. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе, чтобы не сделать тебе заклятым сбор семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». То есть смешивание видов – это потеря изначальных видов. И хотя люди настаивают на том, что они это делают ради усовершенствования вида, но этот закон значительно шире, надо понимать. «Не паши на вале и осле вместе, не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Это закон о том, что ничего нельзя смешивать. Нельзя там взять мужчину, переделать его в женщину, женщину переделывать в мужчину. Нельзя экспериментировать с природными веществами. Надо защищать экологические принципы. Они как раз против этих смешений, чтобы чистые виды были. А сейчас непонятно, какими удобрениями поливают наши овощи и наши фрукты. Непонятно, какие смешения делают. В некоторых случаях начали добавлять человеческий ген, помидоры какие-нибудь. И ученые объясняют для лучшей усвояемости. Таким образом, все становится скоромным. А люди даже могут об этом ничего не знать. А чистые продукты, без всяких химикатов, их выращивают в особых местах, они дорогостоящие, и они для богатых людей. Для богатых людей. Простых людей против нас объявили какую-то бактериологическую войну, нас травят этой химией какой-то непонятной. Что это за хлеб, который не черствеет? Такого не бывает. Что это за молоко, которое не прокисает? Наверное, это не хлеб. И уж точно не молоко. Или там ягоды покупаешь, ягодка к ягодке, и ешь, а вкуса-то нет. А на своем огороде сорвал ягодку, она вся кривая какая-то, некрасивая. А скушал, какой вкус настоящий. Поэтому надо оберегать экологию своей души и своего огорода. Тогда жизнь будет радостной. Далее даются законы о кисточках на углах покрывала. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. евреи обязаны были носить талит, такую ткань. Она могла быть большая, когда одевают в синагоге, или когда они идут на праздник, или маленькая, под одеждой, как майка одевалась на голое тело, но кисти должны были торчать. Кисти, они должны были напоминать о законах Бога. Они, как правило, белые, и в них вплетали одну синюю кисть, чтобы напомнить о небесном происхождении всех заповедей, всех законов. Поэтому, когда вот женщина взяла за край одежды Христа, Христос одевался в соответствии с законом. Там были вот эти кисти, кисточки, цицит, иначе они называются. Христос сам сказал, что он пришел не нарушить, но исполнить закон. Ни одна черта, ни одна йота не придет из закона, сказал он, пока не исполнится все. Далее защита новобрачной, от ложных обвинений мужа. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет, я взял с ее жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки детства от раковицы, к старейшинам города, к воротам. Признаки детства это простынь. Это простынь, специально белая простынь, на которой спали молодые, и когда происходит впервые у девицы такие отношения с мужчиной, там обязательно кровь. И родители выносят вот это свидетельство к воротам города, то есть там, где судьи. И отец от раковицы скажет старейшинам, дочь мою я отдал в жены всему человеку, и ныне он возненавидел ее. Вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей. И показывается вот эта простынь. И растелют одежду перед старейшинами города, то есть если эти пятна даже на нижней ризе или на простыне можно принести и ризу девице. И растелют одежду перед старейшинами города, тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто сикелей серебра пении, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. А о девице? А представляете, какой грех пускать молву об архиереи, о патриархе, если сказано в законе Божьем начальствующего в народе твоем незлословие. Это только безумные люди могут себе что-то такое позволять. Она же пусть останется его женою, эта девица, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Вот для такового развод запрещен. Хотя развод он разрешался. Делался гет, писалось разводное письмо, но Христос говорит, что это из-за жестокосердия евреев того времени. Если бы не было разрешения разводиться, они бы убивали своих жен, чтобы взять себе новых. Далее идут законы о прелюбодействии, блуде, насилии и о запрещенном браке. Если же сказанное будет истина, и не найдется девства у отраковицы, то отраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовала в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Тогда девицы не ходили по улице, они жили или в доме отца, или в доме мужа. Если совершалась неверность, это оскверняло дом отца или дом мужа, это считалось очень тяжелое преступление. Если найден будет кто лежащий с женою замужнию, то должно предать смерть обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Почему так строго? Они найдены будут лежащими. Значит, они действовали по согласию. Их нашли. А если это было насилие, то замужняя кричала бы, и было бы сказано, услышали ее крик. Тогда она невиновна. Вот далее мы видим подтверждение. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе, подчеркивается, в городе, и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Там рано они были кому-то обручены. И так истреби зло и среди себя. Если же кто в поле встретится с отраковицей обрученной и схватив ее, ляжет с нею, то должен предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. Почему? А кричи, не кричи. Кто в поле услышит-то? А отраковица ничего не делай. Она могла даже бояться кричать, что он убьет ее. На отраковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Вот если кто читал роман графа Льва Николаевич Толстого, там описывается, когда Вронский впервые согрешил с Анной Карениной, и он встал над нею, и он почувствовал, что он стоит над трупом. И здесь сказано, что совершивший такое, он как бы восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя отраковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную, схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежащий с нею должен дать отцу отраковицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее, во всю жизнь свою, он не может развестись с нею. Если он так совершил, но она не обручена, значит, он не восхитил чужое. Но это все равно преступление. Никто не должен брать жены отца своего и открывать края одежды отца своего. Вот эти законы 22-й главы, на мой взгляд, они очень актуальны и для нашего времени, потому что многое из того, что здесь содержится, может помочь особенно молодым преодолевать разные искушения. Спасибо Господь. Господь, спасибо.